Меднаука в солнечном Батуми, а далеко не солнечном Магадане, прокуратура запросила 7 лет врачу по обвинению в халатности, вследствие это врачу-психиатру, из-за того, что его пациент убил двух человек. Плохо врач наблюдал за своим пациентом, и вот этот вот товарищ, который нам совсем не товарищ, убил двух человек. Более того, в 2006 году он также был сначала осужден за убийство, потом признан невменяемым, ну и, соответственно, тюремный срок был ему заменен принудительным лечением. С одной стороны, вроде бы логично, да, то есть врач-психиатр должен был лечить буйного психа, ну и вовремя заметить, что лечение не удается, и надо скорее его назад в больницу упрятать. Хотя, хотя, есть и другие вопросы. А 7 лет для участкового милиционера, полиционера, где проживал этот самый условно, так скажем, здоровый, ну точнее, безусловно, нездоровый человек, прокуратура часом не запросила, участковый полицейский следил за ситуацией, он отслеживал явно опасного человека у себя на земле или нет. Опять-таки, врач просто игнорировал свои обязанности по лечению пациента, либо пациент просто не являлся на осмотры, врач писал бумажки, полиция на них традиционно не всегда реагировала или вообще не реагировала. Ну и, собственно, какие были ожидания, что однажды совершивший двойное убийство человек, повторно совершивший двойное убийство человек, не пойдет на убийство в третий раз в результате амбулаторной терапии. Ну, господа, это весьма и весьма наивно так полагать, очевидно, что человек имеет стойкую тенденцию к агрессивному поведению, и если он уж был признан судом невменяемым, то, очевидно, надо было рассматривать возможность его выписки с принудительного лечения на амбулаторную терапию. Вот это, на мой взгляд, является гораздо большей проблемой. Ну, поскольку у некоторых товарищей типа Габышева у нас могут держать на строгом режиме принудительном лечении сколь угодно долго, а вот такие вот люди, совершившие по несколько убийств, выходят, не соблюдают, видимо, назначенную терапию, почему-то их как-то не замечают ни участковые, ни психиатры, ни полицейские, ну, и как-то они предоставлены сами себе, что ли, получается, или как? Ну, информация недостаточная, информация недостаточная, но очень похоже на то, что врач-психиатр здесь просто такой козел отпущения, который вот виноват в том, что не вылечил, ну, явно неизлечимого, тяжело больного психически человека, и не обеспечил его правильное поведение, ну, что по определению, в общем-то, врач-психиатр, амбулаторным, да и стационарным, но уж амбулаторным на то звене точно сделать никак не может. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Всего вам хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok